Подготовка к юбилею города началась уже задолго до самого праздника, поэтому мы уже с января месяца начали продумывать концепцию этого праздника и мероприятия, которые мы могли бы предложить. Ну и соответственно все те нюансы, которые хотелось бы воплотить, тем более что, наверное, это первый год, когда можно по полной программе провести все, что мы захотели, без всяких ограничений, как это было в 2020 году, в 2021 году. И поэтому план наш как бы рождался, соответственно проговаривали с нашими специалистами, с нашими, скажем так, партнерами о том, что мы можем сделать, как мы можем сделать и соответственно уже практически план сверт. Ну я хочу сказать, что август вообще у нас очень насыщенный месяц, да, мы знаем, что все вообще мероприятия, которые мы проводили, мы уже их начали проводить и они были посвящены нашему 115-летию. Тот же город в лицах, да, значит шахтеры и соответственно сейчас вот мы буквально приходим к тому моменту, что у нас день физкультурника и соответственно и также многие мероприятия будут посвящены в рамках проведения дня города. День строителя, у нас еще есть торжественные мероприятия, которые будут проводиться, они тоже все посвящены именно дню города. Ну и самая, скажем так, кульминация праздника это, конечно, 27-28 августа, 27-го это в основном центр города, да, задействованы, то есть все мероприятия и с 26-го по 28-го это, значит, праздники на поселках, потому что обязательно будут праздничные мероприятия, которые предусмотрены в наших поселках по отдельной афише. И те, кто не смогут приехать в центр города, то есть никак не будут обделены вниманием и мы подготовили хорошие программы практически на каждом поселке. Ну, если говорить о самом празднике, да, то я хочу сказать, что у нас уже, наверное, так традиционно сложилось на протяжении последних трех лет, что у нас не один день праздничный, а праздничная неделя. Она у нас начинается с 23-го августа и те, наверное, традиционные мероприятия, которые до этого были, мы их всех просмотрели и решили, что мы должны их проводить. И вот турнир по боксу, который всегда был посвящен празднованию города и, значит, в честь тренера Булатова, он будет проводиться. Теперь уже в новом ФОКе, понятно, да, с 23-го по 27-го и как раз с 27-го будет финал этого мероприятия. Кроме этого, значит, некоторые мероприятия, которые раньше мы проводили на главной сцене, мы поняли, что, наверное, правильнее будет проводить отдельно, сделать отдельным мероприятием в рамках празднования города. И поэтому прием почетных жителей, а также чествование молодоженов тех пар, которые регистрируются, но которым неудобно прийти на главную сцену, мы тоже будем делать в течение практически всей недели в ЗАГСе. Чествование новорожденных, значит, также чествование наших шахтеров, особенно мы хотели выделить династии в этом году, потому что, скажем так, сленг, да, или лозунг, который мы в этом году так условно говорим, что чему будет посвящен праздник, это город шахтерский, город с великим прошлым, город-достояние, поэтому город-богатство. Поэтому нам есть чем гордиться, нам есть что показать, у нас хорошая история, вот, не зря, я думаю, что пакет документов, который был отправлен в Москву, да, для того, чтобы присудили звание город доблести, трудовой доблести, он на рассмотрении, я думаю, что у нас хорошие шансы получить одобрение и получить это звание. Ну и, соответственно, конечно, значит, сама программа 27-го числа, она начинается практически с самого утра, и с 10 утра у нас начинают работать сразу несколько площадок. В 10 утра начинает работать площадка у нас на площади Красных партизан. Здесь у нас будет ярмарка, ярмарка, выставка наших умельцев, то есть наши предприниматели, которые открыли свое дело, наши умельцы, то есть тех, что могут показать ремесленники. Мы предоставляем им площадки для того, чтобы они все это показали, потому что некоторые даже копейчане не знают, какие производства существуют, ну, крупные, может быть, и знают, а вот средние, мелкие особенно не знают и удивляются. Оказывается, что это производится у нас, а мы и не знали. И вот мы хотим это все показать и сделать это празднично, не просто сделать ярмарку, выставку, да, а сделать это с концертной программой, с номерами, с чествованием наших предпринимателей, значит, ну, рассказать о них, поблагодарить их за ту помощь, которую они оказывают, и бюджету города, и, соответственно, и вообще нашим коллективам. Поэтому сделать это красочно, весело, как я уже сказала, с концертной программой, поэтому с 10 утра и где-то примерно до часу, до полвторого эта площадка будет работать. Кроме этого, с 11 часов уже начинает работать малая сцена на площади трудовой славы. Там тоже начинается концертная программа, которая с 11 часов и практически до вечера, до 5 часов будет работать. И у нас там запланирован концерт наших коллективов художественной самодеятельности, потом уже так полюбившееся бэби-шоу для наших мамочек с маленькими детьми, с грудничками, то есть будет весело и интересно, с подарками, конечно же. Затем у нас шоу «Интерволна», и мы хотели презентовать такую певицу Анну Грейс. Молодежи она известна, я думаю, что и песни ее тоже, особенно для наших подростков, это, скажем, подростков тоже хорошо известны. Поэтому, ну, такая хорошая концертная программа. Ну и, соответственно, с 11 часов начинают работать спортивные площадки у нас на стадионе «Химик». Там тоже уже традиционно проходят, ну, скажем так, воробинные эстафеты, детские эстафеты, спортивная программа «Мама, папа, я, спортивная семья», значит, велопробег по нашей велодорожке. Вот, поэтому там тоже площадки работают, также у них начало где-то часов в 11 и практически до 3 часов там площадка будет у нас, ну, скажем так, принимать всех желающих. Ну и вечерняя программа, вечерняя программа, которая у нас начнется уже на главной сцене с 5 часов. Мы постарались все вкусы учесть и все возрасты, соответственно, поэтому мы пригласили наш государственный оркестр «Малахит». Вот, живая музыка, она очень важна, и, значит, произведения, которые они играют, ну, они очень хорошо воспринимаются. Кроме того, конечно, уже будет у нас торжественная часть, обязательно. Вот, тоже с традиционными элементами, когда мы чествуем те, кто получил звание, значит, за заслуги перед Копейском, человек года, почетный гражданин Копейска. Ну и те моменты, которые мы там еще хотели, ну, что-то хочется все-таки, и немножко сделать интригой, и все вам карты не раскрывать, поэтому сценарий мы сейчас пишем и, соответственно, к этому готовимся. Ну и в дальнейшем мы планируем также группу «Мираж» в том составе, в котором она, скажем так, золотой, да, то есть с Уханкина, с ее замечательным голосом, значит, ну и, соответственно, с той командой, которая она с собой берет и приезжает все вживую, поэтому, я думаю, тоже будет очень красиво. Также мы пригласили шоу барабанщиков, шоу барабанов, которые тоже очень красиво смотрятся. Мы пригласили для нашей, опять-таки, молодежи небезызвестного Хабиба, вот, я думаю, сейчас у любого ребенка спроси, и он напоет песню, которая известна, да, значит, ну и, соответственно, я думаю, что тоже этот артист поет вживую, поэтому это тоже очень важно. У нас будет Ти-Джей, который мы пригласили из Санкт-Петербурга, тоже довольно-таки известный, Ти-Джей Фил, вот, ну и мы уже тоже практикуем, наверное, третий год подряд, что после Ти-Джея, а вернее, даже с помощью него, потому что под музыку у нас происходит и, значит, фейерверк. Фейерверк в этом году должен удивить, я надеюсь, что это будет приятное удивление для наших копичан, потому что, ну, мы его делаем юбилейным, красочным, красивым, вот, ну и, соответственно, в общем-то, наш день плавно заканчивается и переходит на 28 августа, когда уже будут мероприятия, также по поселкам, как я уже и сказала. Но, наверное, еще вот не сделала акцент, что у нас еще будет несколько флэш-мобов, которые будут проходить в преддверии Дня города. И один флэш-моб мы будем, мы его так назвали, 115, мы его будем проводить в вечернее время, потому что нам нужен вот такой красивый эффект с мерцающими огоньками, значит, в Парке Победы, вот. Вот, и еще один флэш-моб мы сейчас организовываем, да, то есть планируем и, как бы, такой небольшой сценарий делаем, который тоже должен провести. Ну, площадку скажу, мы хотим это сделать на нашем аэродроме Калачева, потому что нам нужно большое пространство, вот. А больше подробностей раскрывать не буду, потому что, ну, тоже хочется, чтобы были какие-то сюрпризные моменты. И еще по одному моменту, который бы мне хотелось вот сделать акцент, мы каждый год Дню города делали мотокросс, и был чемпионат, чемпионат России проходил. Вот в этом году, к сожалению, нам они подтверждение, ну, не прислали о том, что чемпионат России будет проходить именно на нашей территории. Но мы решили, что мы сделаем, наверное, фристайл-шоу такой из именно мотофристайл. Это тоже такое красочное мероприятие, потому что наши мальчишки все-таки тянутся к технике, и не случайно мы каждый год выделяем финансирование для того, чтобы поддержать трассу. И планирую картодром, то есть мы, это в планах есть, и оно будет в ближайшее время обязательно сделано. Поэтому хочется, чтобы дети смотрели еще, ну, не только какие-то творческие моменты, но вот такое, скажем так, более техническое. Поэтому сейчас с этой организацией, которая вот такой красивый шоу делает, мы сейчас в стадии переговоров. Ну, я думаю, все у нас получится, и тоже будет это все красиво и красочно. Поэтому афиша уже буквально в начале августа будет сформирована и выпущена. С ней можно будет ознакомиться, я думаю, и через любые соцсети. И, конечно, мы же сделаем красочные афиши, которые, ну, скажем так, в самых многолюдных местах мы развесим. Вот, поэтому рады будем видеть всех на праздники, потому что я знаю, что на наши праздники любят приезжать, ну, скажем так, люди, которые вблизи живут, да, и уже собираются. И Красноармейский район, я уже слышу, и спрашивают, и Челябин собирается. Но это здорово, что знают, что у нас всегда очень интересно, необычно. Но, я думаю, в юбилейный год тем более должно быть необычно и красиво. Поэтому вот мы сейчас в такой активной стадии подготовки.